Привет, друзья! Меня зовут Василий Вишневский. Вы находитесь на канале Вещи Вишневского. Это не основной канал, а вспомогательный к каналу о съемке природы. Субтитры делал DimaTorzok Сейчас конец очередного сезона, активного сезона съемок. Уже август 2021 год. Я уже не первый год снимаю на камеры. И первая у меня была камера GoPro Action 3 Plus Black. Дальше у меня все камеры были в эксплуатации. 4 Silver, 4 Black, которая первая камера GoPro, которая начала снимать в 4K. А потом очень много камер 5 Black, 6 Black, 7 Black, 8 Black. И вот сейчас съемка ведется самого этого обзора на камеру GoPro 9 Black. Я кратенько расскажу обо всех камерах. И это, кстати, это еще не все камеры, что у меня есть в наличии. Даже не принимая в расчет... То есть у меня есть не только GoPro, у меня все-таки еще есть в эксплуатации старые экшн-камеры, но я их практически не использую. Поэтому я категорически не советую вам покупать ни SJ Cam, ни Panasonic, ни тем более Sony, которые очень трудно... Я просто не знаю, как приспособить к макросъемке. Я рекомендую вам брать, если ограничены в ресурсах, бэушные GoPro 5 Black. Либо, если вам нужен хороший звук, то брать либо 6, либо 7, либо 8, либо 9 Black, либо 4 Black. Все они хорошо пишут звук на встроенный микрофон. Единственное, что, допустим, если есть какой-то ветерок или движение, то имеет смысл использовать поролоновую ветрозащиту. Для соответствующей камеры GoPro есть вот такая поролоновая ветрозащита. И, в общем-то, я, как правило, ее надеваю на камеру GoPro 9 Black, когда хожу и снимаю обзоры. И на 8 Black тоже. А в остальных случаях, вот как сейчас, поскольку жарко, ветра нет, чтобы не было дополнительной теплоизоляции, и нет поролонового ветра, и нет смысла использовать ветрозащиту. Я, соответственно, на эту поролоновую защиту снимаю. Но в зависимости от того, какие у вас цели, вы можете использовать разные инструменты. Но все-таки я бы рекомендовал ориентироваться внутри сектора GoPro, а на другие камеры... Ну, вы можете экспериментировать, но тогда потом не спрашивайте меня в комментариях, как сделать макросъемку на той же камере Sony. Я не знаю, как. Вы купили, вы и мучаетесь. Для GoPro всех линеек есть куча вариантов решения этого вопроса. И сегодня я об этом в том числе поговорю. Но прежде все-таки продолжаю общий обзор линейки камеры для того, чтобы дать представление о применении. Итак, у нас есть главных несколько факторов. Это запись звука, качество видеозаписи и стабильность работы. Это основные элементы, которые нам следует учитывать, а также возможность работы от внешнего питания. Если говорить о камер GoPro, то все они могут работать с внешним питанием через USB-провод. И, как правило, в длительном режиме они у меня именно так и используются. Так вот, по стабильности на первом месте, особенно в связи с перегревом, стоит камера GoPro 5 Black. До сих пор это самая лучшая камера в линейке GoPro. Сейчас конец лета 2021 года, которую я рекомендую всем. И единственный минус, на мой взгляд, у GoPro 5 Black только в том, что она не очень хорошо пишет звук. Но это, кстати, можно решить с помощью внешнего микрофона через переходник. Я иногда это использую. Есть специальный переходник, на котором можно подключить маленький микрофончик и вот этот вопрос решить. Котя, ты куда залез? А? Бормут. Что делаешь, вражина? Но зато она при высоких нагрузках и при длительной съемке она держится дольше всех. А вот, например, даже если назад откатить 4 Black, она в максимальном режиме 4К быстро отключается от перегрева. Максимум пишет час, час двадцать. Это ее предел даже при температуре воздуха порядка 20-25 градусов. Это не очень много в тени. А если рассмотреть более старшие модели, то там, к сожалению, возрастает нагрузка. И несмотря даже на использование режимов, допустим, 4К 30 кадров в секунду, а не 60, которые уже появляются в GoPro 6, GoPro 7, GoPro 8 и 9, это все равно не сильно спасает ситуацию, потому что перегрев наступает в этих камерах почему-то быстрее. Причем глючность камер, что 6, 7, она достаточно высокая. Но при этом у нее есть возможность записи в 4К 60 кадров в секунду и немного лучше цветопередачи. И, возможно, ради этого имеет смысл использовать такие камеры. Но нужно понимать, что время у вас резко ограничивается и резко увеличивается вероятность того, что камера просто заглючит. И от этого не избавлено ни восьмерка, ни девятка. Хотя, на мой взгляд, вот девятка, которая покрупнее, она работает плюс-минус более стабильно в сравнении с восьмеркой. Восьмерка, например, на морозе постоянно отключается, но и на жаре тоже часто перегревается. Девятка тоже перегревается на жаре, но в мороз ведет себя очень достойно, потому что у нее увеличенный объем аккумулятора, сама она покрупнее, возможно, лучше идет теплоотдача. И наоборот, теплопотери в мороз. Еще один фактор – это стабилизация, электронная стабилизация. Так вот, уже начиная с семерки, стабилизация очень неплохая для съемки с рук. Семерка, да, на шестерке, по-моему, тоже есть стабилизация, но не во всех режимах, и она похожа. На восьмерке стабилизация вообще отличная, но она, правда, работает только отлично в режиме 4К 30 кадров в секунду. И, в общем-то, я ее для этих целей в таком режиме много использовал и отказался практически от использования дополнительного стедикама или электронного стабилизации для камеры. А раньше я использовал много такую вот ручку. Вот такую систему, вот она. Это GoPro Hero 4 Black с ветрозащитой вот такой. Я сам ее тут надел, немножко обрезал, чтобы она не цепляла вот этот электронный стабилизатор. Ну и видите, тут рычажок такой удобный. Но все равно все вот это нужно собирать. Поехали. Я вижу на экранчике, что идет запись. Вот, сейчас попробую показать. Вот она. Вижу, что идет запись. Это самое главное. И плюс еще большой в этом, что нет спереди экранчик отображения. Он здесь, сзади. Плюс в том, что я не пялюсь в экранчик, а я смотрю непосредственно всегда в камеру, в объектив. Вот. Ну и краем глаза контролирую, что происходит запись. Вот. А вот начиная с восьмерки я от этого отказался. Я просто держу кирпичик в руке и снимаю. То же самое я делаю с помощью камеры GoPro 9 Black. Это то, что касалось влога. Но видите, здесь возникает противоречие между влогом и работой камеры на постоянной основе у гнезда. А в этой ситуации все сводится к 5 Black до сих пор. Поэтому вот на Авито, когда есть там предложение по 7, 8, 9, 10, даже 11 тысяч рублей за камеру GoPro 5 Black, я их себе беру. И у меня, соответственно, в арсенале, по-моему, 4 или 5 камер. Вот. Они у меня подписаны. Пятерочек. Вот. Вот такие чехлы на практике казались самыми удобными. Большие чехлы, в которые помещаются 2, 3 или 4 камеры, использовать неудобно. У меня такие тоже есть. Я просто вам говорю, как есть из своего опыта. Вот. Покупайте такие. Желательно вот такие цветные, потому что черные зачастую где-нибудь в машине лежат на коврике, их прям не видно. Вот. Черные у меня сейчас все камеры старые. 4 GoPro Silver, например, используются. GoPro 4 Silver тоже неплохая камера. Недорогая. Она может писать в режиме 2,7K. И это очень хорошую картинку дает. То есть, даже когда вы в 4K монтируете и вставляете 2,7K, вы не видите такой разительной разницы, как если бы вы вставили Full HD обычно. Я уже давно все монтирую в 4K. Вот. Шестерку я использую крайне редко, потому что она постоянно выключается из перегрева. Она вот есть у меня в арсенале, но я, может быть, даже ее продам, чтобы купить 5 Black, либо поменяюсь. Семерка у меня тоже была, но мне своровали, ну и бог с ней. Вот. Восьмерка у меня, к счастью, пока тоже в эксплуатации. С собой сейчас нет. Но она также вот в таком чехольчике, в полном наборе. Я сейчас еще дополнительно расскажу, что содержится вот в каждом таком кейсе. И восьмерку. Чем хороша восьмерка? По-моему, на семерку тоже. В сравнении с пятеркой и с девяткой. Для нее есть кастомная ручная прошивка, экспериментальная так называемая, которая позволяет использовать очень широкий спектр режимов съемки, у которых по умолчанию в прошивке GoPro нет. Используется она с помощью штрих-кода, как ни странно. Ой, не штрих-кода, QR-кода. QR-кода. То есть перед... Включаешь камеру в нужном для тебя режиме, показываешь QR-код перед объективом, она этот QR-код считывает и входит в режим, который ты настроил на специальном сайте. Все детали. Входит в этот режим и в нем снимает. Я использую только один режим, только с разным уровнем чувствительности, режим фото-ловушки, фото-видео-ловушки. То есть камера постоянно находится в активном состоянии, внешнее питание можно подключить, и она реагирует на движение в кадре. Причем вот эту чувствительность можно настроить от 1 до 9. Но она даже вот при настройке 1.9, она вот эта чувствительность крайне высокая. То есть там движение мышки, какой-нибудь птички в кадре и все. И она срабатывает и начинает писать. Но самое интересное, что можно еще настроить длительность работы видеозаписи, допустим, вот в режиме видеоловушки, которая будет идти до следующего движения в кадре. То есть, например, птичка забежала в кадр, увидела фото-ловушку и застыла. Застыть она может, или мышь, даже на минуту. И поэтому вот у меня так называемый холодный режим, он у меня ровно минута. Например, мышка забежала в кадр и застыла. Камера начала писать. И пишет, пишет, пишет. И будет писать, даже если никакого движения в кадре не будет, минуты. Но если в течение этой минуты произойдет еще какое-то движение в кадре, то щечек обнуляется и заново с момента движения опять отсчитывается минута. И это очень хорошо и здорово. Вот, к сожалению, не всегда это есть у реальных фото-ловушек, потому что получается написать, записать все, что происходило, когда был объект внутри кадра. Ну вот, все, включил я в режиме чувствительность 1 из 9 и 20 секунд записи. Вот видите, отличие 0, shutter to cancel. То есть это означает спуск отменен. Вот теперь, допустим, появляется в кадре рука и видите, пошла запись. И видите, вот он показывает difference 0, 20. Вот я шевелюсь, шевелюсь. И он показывает, что движение в кадре есть. Вот это вот difference, отличие. Теперь я убираю руку. Смотрите, что происходит. 0 отличий, 0. И пошел обратный отчет. 17, 16, то есть через 15 секунд остановится видеозапись. А если вот я сейчас, смотрите, опять в кадр помещаюсь, оп, обнулилось, да, и убираю руку. 0 отличий. Оп, опять заново пошел отчет. Все, вот в таком режиме она и работает. Вот так. Ну, даже вот можно подождать. Вон 7, 6, 5 секунд осталось. Ой, эй, так, ну-ка, давай. 3, 2, 1, стоп, запись. Видите, 50 секунд она записала, 52. Хоп, остановилась. Все, вот так. Ну, сейчас вот видите, экран светится, но через некоторое время он отключится. Вот, отключился. И все, и дальше уже срабатывание будет происходить без включения экрана. Вот смотрите, хоп. Вот, движение. Все, видите, она не светится, а запись идет. Сейчас покажу. Вон, для примера. Так, давай-давай-давай, разворачивайся. Давай-давай-давай-давай-давай. Так, вот. Видите, 13, 14, она продолжает писать. Она пишет. Для таких задач, вот, по-моему, 7-ка тоже, но 8-ка точно подходит. И вот, что еще интересно, в таком режиме видео ловушки 8-ка Black может работать гораздо дольше, чем просто в сплошном, когда она без перерыва пишет видео. Потому что, видимо, вот в небольшие перерывы, когда нет движения, камера немного остужается, и датчик температуры, соответственно, не останавливает запись, не останавливает работу камеры. Так что, как видите, вот этот широкий спектр камер GoPro для разных задач вам могут понадобиться разные. Но, еще раз, при прочих равных, GoPro 5 Black до сих пор основной рабочий инструмент при записи длительный, несколько часов без остановки. Если же говорить о влоге, то это, я бы рекомендовал либо 8 Black, либо 9 Black. Если есть деньги, берите 9 Black, которые я сейчас спешу спокойно уже 12 минут и могу продолжать. Хотя, вот, если бы я был на солнышке, она бы, возможно, уже перегрелась, потому что сейчас уже в тени 31 или 32. Ну и самое главное, что хранится в каждом вот таком кейсе. Собственно, сама камера вот с таким кронштейном, не кронштейном, как она называется-то, крепежная рамка. Да, вот раньше, что плохо, вот, например, у пятерки Black, тоже не было никакого варианта крепежа. То есть, для того, чтобы установить, нужна была вот эта переходная рамка. И я рекомендую сразу купить как можно больше вот таких вот с маскировкой. несмотря на то, что какие-то элементы все равно видны, дополнительная разбивка сплошного черного кирпичика на вот такие фрагментики позволяет теряться камере в листве. Это полезно и для того, чтобы у вас камеру не своровали, ну и для там каких-то сорок, ворон, которые всегда следят за тем, что делает человек. Далее обязательно идет один или два вот таких переходничка с зажимами. Вот тоже зажим, кстати, с маскировкой. Хорошая вещь. Там, где у меня обычные черные зажимы, я их обматываю этой маскировочной лентой. Вот. То есть, максимально, насколько можно, желательно избегать демаскировочных моментов. Так, запасной аккумулятор еще на всякий случай. Ну, вообще, как правило, все ведется, вся запись ведется с внешним питанием, отдельно у меня внешнее питание. И вот кабель, обмотанный опять-таки вот этой маскировочной лентой, которая вот в охотничьих магазинах обычно продается. Ну, дешевле всего его, конечно, за рубежа всегда заказать. И самое главное, а, нет, вот еще нужно вот этот кронштейн показать с резьбой, потому что на многих штативчиках, кронштейнах нужна именно вот такая резьба. Единственное, нужно сразу проверить, бывает так, что вот эта резьба недостаточно глубокая и не полностью вкручивается винт из штатива, и тогда камера вот в таком положении болтается. В этом случае, ну, вообще лучше заменить вот этот кронштейн, либо приходится делать какие-то шайбочки, накладки, чтобы камера не болталась. шайбочку. Ну и самое главное для съемки с коротких дистанций, буквально 10-15 сантиметров от гнезда, чтобы получать крупные кадры, это используется кронштейн для установки макрокольца. Вот для GoPro 5 используются вот такие кронштейны, которые крепятся на винтики. Вот так. Сейчас. Несмотря на неудобство вот этого винтика, он хорош тем, что вы его прочно затянули, и даже когда вы где-то идете вот с этой камерой, с установленной камерой на палку какую-то, на кронштейн, я вот об этом рассказывал в другом видео, у вас эта линза не слетит, потому что бывают еще ненадежные зажимчики в виде такого винтика или еще какого-то, и он плохо держится. А здесь нет. Но минус в том, что нужно вот его скручивать. Важнейший важнейший аспект касающийся вот этого кронштейна это то, что он должен быть 52 мм. 52 мм. Потому что меньше есть вот 37, по-моему, 42, кажется, и вас уже начинает виньетировать по углам картинка. Поэтому 52 мм это оптимальное. То, что касается непосредственно макроколец, то в наборе бывает плюс 2, плюс 4, плюс 10. Самая ходовая у меня плюс 4. Иногда, когда чуть-чуть подальше я ставлю, я использую плюс 2, и, наконец, плюс 10 я использую угнез самых маленьких птиц или в ограниченном пространстве, например, при съемке в каком-нибудь воробьяннике или синичнике, когда непосредственно вот птица движется прямо вот тут под линзой. Тогда плюс 10 устанавливаете. Еще по кронштейну что хотел сказать. Так, да, здесь дырочек нету, а бывают вот такие кронштейны, у которых здесь вот сверху и снизу есть маленькие дырочки. Вот старайтесь покупать именно такие с маленькими дырочками, потому что они обеспечивают во-первых, дренаж, если попала влага во время дождя, а самое главное это даже не сама влага, а то, что потом после дождя или при контрасте температуры начинает запотевать линза, и все, и ничего не видно. А если есть маленькие вентиляционные отверстия в кронштейне, тогда все нормально. Линза достаточно быстро высыхает. Ага, вот оно. Не знаю, насколько видно, тут не видно. Маленькие дырочки прямо буквально. Вот они. Здесь и здесь. И причем здесь не только маленькие дырочки, здесь еще и уже вот на булочке, который затягивается, во-первых, он не торчит и не теряется, а во-вторых, при выкручивании выходит не сам металлический болтик, а такая вот пластиковая, как ее назвать, набалдажничек, ошлепка, чтобы камеру саму не повреждать и при этом плотнее к ней прижиматься. Вот. Это уже, так сказать, модернизированный кронштейн получается для GoPro 5. Для других камер, для GoPro 8, у меня кронштейн на винтике, и вот он не всегда хорошо держится. А вот для GoPro 9, по-моему, Black, или наоборот, для GoPro 9, по-моему, на винтике он плохо держится, а для GoPro 8 Black там такая защелка. Так, у меня вот с собой нет, к сожалению, я показал. Ну, ладно. Там такая защелка, она прямо так хорошо щелка, у этого кронштейна ни болтиков, нету ничего, и она прям намертво, хорошо держится, но при этом, при необходимости тоже ее можно снять. Оказалось, очень практичная вещь. Вот, а если, соответственно, вы пытаетесь использовать другие камеры, скажем, SJCAM, но для них еще можно решить вопрос, для них есть вариант решения, я находил для GoPro 4 Silver, такой вариант решения, для какой-то еще, ой, не GoPro, SJCAM, вариант решения для установки макрокольца, а вот, скажем, Panasonic A500, что ли, это где вот такая трубочка, для нее я не знаю, как решить вопрос макросъемки, и также не знаю, как решить вопрос макросъемки для камер, экшн камер Sony, но у меня их ни разу не было ни одной эксплуатации, поэтому вот про них спрашивать бесполезно, друзья. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, если интересно, что получается с помощью этих камер, заходите на основной канал, там буквально половина съемок, наверное, особенно у гнезд, сделана с помощью именно этих камер. С вами был Василий Жнецкий, всем пока, всем добра. Вот три камеры GoPro 5, четвертая камера у меня уже установлена. Внешнее питание, вот это с влагозащитой, удобнее, через кабель USB Type-C и через адаптер макрокольца плюс 4. Самые удобные, плюс 4, 52 мм, меньше не стоит, будет сильно винетировать, тоже плюс 4, и здесь плюс 4. вот такие макрокольца позволяют снимать в 20-30 сантиметрах от гнезда и получать хороший кадр с общим планом и при этом птица маленькая будет в фокусе. Субтитры создавал DimaTorzok